Симулирование городского частного партнерства в сфере установления видеокамер во дворах, на улицах, в торговом центре, с тем, что город может дать какие-то конференции хозяйствующим субъектам, с симулирующим их установкой видеокамеры. На самом деле, во многих городах это уже действует в рамках муниципальных каких-то программ. То есть, или ТСЖ по собственным инициативе делается, управляющая компания включает эту работу. На самом деле, это не особо дорогостоящее оборудование, я не говорю, что там надо ставить сверхточные, сверхдорогие и так далее, но нормального, среднего класса камеры, которые могут решать по самым задачам, это, наверное, состоится. Если жильцы заинтересованы, в первую очередь, в своем порядке, в своем дворе, я думаю, что они могут, или через управляющую компанию, или через ТСЖ. Если есть ферма, пожалуйста, сейчас везде тянется оптоволотно, да, у нас, могу вот указать. Пожалуйста, если оптоволотно протянуто, можно ставить сервер, можно ставить видеокамеры на подъезды. Если мы возьмем все крупные мегаполисы, там уже подъезды на открытии двери камеры стоят. И это нормально, это позволяет нам квартиру, кажется, те же самые проэкспортируются. Спасибо, Павел Иванович. Я хотел в дополнение буквально сказать на вопрос Ильуса Октябрьевича, депутата Янушева. Вот в самом вопросе у вас, какие поощрительные меры муниципалитет может сделать для установки видеокамер? Ну, во-первых, сам начальник УВД об этом уже сказал, это на дворадный метр тех вложений, которые делаются в любое здание, это даже не копейки, это доли копейки. Во-вторых, ну, мы все граждане этого города, с каждым может случиться все, что угодно, мы должны любить свой город, мы должны делать, чтобы он был безопасным, и думать о том, что ваша камера может пригодиться для раскрытия какого-то преступления. И чем больше в городе будет, тем безопаснее будет город, поэтому не обязательно должны быть симулированные какие-то, должна быть просто социальная ответственность любого человека, который, и просто ответственность за свой город, за то, что эта камера может помочь в раскрытии преступления. В конце концов, эта камера и информация о том, что ведется видеонаблюдение, может раскрывать не ну и ведется, но и не ведется, да, уже многих профилактирует. Профилактирует и на какие-то противопразные действия останавливает. Поэтому мы не можем записать это в требования, когда в приемку, но принимаем здание на эксплуатацию. Но вообще от активности представителей и бизнеса, и компаний, которые строят, и управляющих компаний, да, они заинтересованы, чтобы имущество сберегается, их дети во дворах ходят, сами они возвращаются по ночам. Когда люди знают об этом, о том, что их видят, за ними наблюдают, дисциплинируют их всех.